Продолжение следует... 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 Понимаете? Но это тоже отношение чисто... То есть вы хотите сказать, что это было сделано намеренно? Да, это было сделано намеренно, это было высказано пренебрежение, вот таким образом показано, ну ты там стал президентом, но ты для меня на сегодняшний день... Поняла, да, спасибо. Это позиция, кстати, еще раз подчеркиваю, политическая, без культуры. Спасибо. Господин Киртуака, вы что скажете на эти размышления? Вы согласны с такими вот доводами, господин Шаповалов? Я имею свое мнение, естественно, по поводу этого события. Ну, во-первых, интересное совпадение по числам. То есть 13 ноября были выборы, 13 фактически, если я не ошибаюсь, декабря были признаны выборы состоявшимися, 23 декабря уже... Тройка. Ну, в какой-то степени. То есть я, будучи несколько немножко мистически настроенным по отношению к тому, что происходит, в том числе нашей, вижу какую-то закономерность. Это фактически определенная знаковая система. А во всей этой церемонии церемония была более чем скромна. Я думаю, конечно же, Александр Танасий, скорее всего, у него еще есть определенные политические амбиции, счел ненужным в эти истории, именно участвуя лично. Перепоручил одному из своих, значит, достаточно невзрачных членов высшего конституционного суда. Почему? Это очевидные вещи. Второе. Представители власти, ну, не все депутаты были. И здесь я должен сказать, что Молдова за вот эти 25, почти с половиной лет, более чем 25 лет, существование как страна, которая пытается построить нечто подобное демократическому обществу, передача власти, особенно от президента к президенту, всегда была мирная и была как бы выдержана. Приличная, давайте скажем так, приличная. Выдержана уже в определенных традициях. Отсутствие президента Тимофея, я думаю, мало кто отметил, потому что за 4 года он больше отсутствовал, чем присутствовал. Это даже не стоит заострять на этом внимание. То есть это, например, я воспринял, как само собой разумеется. Ну, есть он, нет его, ну, какая разница? Ну, знаете, а иностранные гости все время этот вопрос задавали. Нам было как-то, нам приходилось это как-то объяснять. Но дело в том, что это есть передача власти, от одного главы государства другому. То есть присутствие это требовало не столько этикет, а сколько уважения к самому институту государственной власти, высшему институту государства, президентству, к народу. А, естественно, таким образом и к народу. Но меня больше интересовала инагурационная речь, акценты, которые были расставлены. Мне показалось, она достаточно удачной. То есть речь идет о том, что президент уже позиционирует себя над политической схваткой. Дай Бог ему силы, я бы сказал, воли и ясновидения в какой-то степени, чтобы обеспечить это. Единственное, потому что не уж такой уж большой секрет, что раздрайв в обществе и раскол в обществе провоцируются политиками. Президент сейчас как бы вне политики. Но вот этот период перехода от одного состояния лидера политической партии, который выиграл президентские выборы, до главы государства, мне напоминает чуть-чуть те риски, с которыми столкнулся и Владимир Николаевич Воронин, когда практически целый год партия в основном воспринимала события в Молдове критически, как будто и не находится у власти. То есть есть инерция окопная, я называю. Вот один из политических политологов сказал, что у политиков окопный взгляд. Они смотрят на всех через прицел. Прицел своих политических оппонентов. И очень вот выйти из этого состояния, стать над схваткой, представлять весь народ и выполнять те задачи, которые перед собой поставил Игорь Николаевич Дадон, это сверхзадача. Я не очень согласна насчет Владимира Николаевича, я имею в виду позицию, то, что вы сейчас говорите. Поясню, почему. Разные были ситуации. Владимир Николаевич Воронин стал президентом. Я имею в виду 2001 год. 2001 год, это был, секундочку, это был 71 мандат. Это были маленькие две фракции, Альянс Брагиша и Юрий Иванович Рожка, в котором вообще-то, по-моему, 7 человек было. И первое время вот этого такого сумасшедшего раскола, как сейчас, в принципе, так не чувствовалось. 71 мандат, всем было понятно, оглушительная победа. Здесь мы видим, как эта победа дорого досталась. Я что имел в виду? Вот разницу между политическими заявлениями, определенными обязанностями, в том числе и декларации такого геополитического характера, и реальность, которую сталкивается сейчас президент, который должен выбрать и проводить крайне мудрую политику. Когда я говорю о 2001 году, имеется в виду, что я был, скорее всего, сторонним наблюдателем. Вы, скорее всего, изнутри видели ситуацию. Видимо, правда, где-то посередине. Спасибо. Тогда, если мы начали говорить о том, что предлагает новый президент народу, о чем он говорил в своей инаугурационной речи, логичнее всего затронуть тему формирования его команды. Сегодня в 10 утра, как и было обещано, при некотором изменении структуры президентской администрации были оглашены фамилии его советников. Мне интересен ваш комментарий. Насколько это сильная команда? Насколько она политически мотивирована, если хотите? И поставлен ли был во главу угла принцип профессионализма? Потому что об этом говорил сам президент Додон. Господин Шиповал. Я думаю, что принцип профессионализма здесь ярко прослеживается. И то, что Игорь Николаевич... Сейчас я подтвержу это несколькими примерами. И то, что Игорь Николаевич не сразу всю команду представил, говорит о том, что он ищет, он выбирает, он сомневается. Давайте я поясню для телезрителей. Два советника еще ожидают своих назначений. Это советник по социальным вопросам и по делам диаспоры. Да, и по делам диаспоры это новое. По вопросам по национальной безопасности. Да, еще национальная безопасность. И по национальной безопасности секретарь. И он станет же и секретарем Совета Безопасности. Значит, с профессиональной точки зрения, те люди, которых я многих из них лично знаю, Андрей Негуца, да? Ну, это дипломат, который работал во Франции, который работал в России, который прошел хорошую медовскую школу с богатейшим опытом. Я не побоюсь этого слова. Это готовый министр иностранных дел. Его сегодня можно ставить должность. И он спокойно, свободно будет выполнять свои функции на... Отлично. Кто там? Максим Лебединский, мы его знаем. Советник по юридическим вопросам. Да, советник по юридическим вопросам и по отношениям с парламентом и с правительством. Он очень известный юрист. Он уже был членом Центральной избирательной комиссии. То есть это тоже авторитетное решение. Вы считаете, что эти люди профессионалы? Конечно, Елена Гореллова, доктор экономики, известный экономист. Она будет заниматься экономическими проблемами. И он, Чабан, мы его знаем и как депутата, и как замминистра образования. Как муниципального, глава в муниципальном совете. Как муниципального совета и как одного из лидеров партии социалистов тоже. То есть он с богатым политическим опытом и как раз будет заниматься внутренними вопросами. Ну, есть несколько новых фамилий. Для меня, допустим, лично неизвестных. Ну, наверное, если президент сделал определенный выбор, значит эти люди подходят для его команды. Это Корнелл Попович будет заниматься образованиями и культурой. И он, я понял, сельское хозяйство и госуправление. Вот приблизительно та команда, которая сформирована президентом. Ну и руководитель его аппарата, насколько я понял, как он там называется сегодня, генеральный секретарь. Это Руслан Флоча, да. Ну, я знаю, что он был советником у Зинаиды Петровны Кричаны, когда она была премьер-министром. То есть это, видимо, опытный человек именно в аппаратной работе, а такой и необходим. Вот это то, что касается аппарата и его профессионализма. То есть это люди, которые имеют за своими плечами какой-то опыт. Мне очень понравилось два момента еще. И я вот закончу эту часть выступления. Это то, что все-таки советник по внешней политике избавился от этого термина. То есть вместо по внешней политике европейской интеграции у нас... Европейская интеграция, он по внешней политике. Потому что не надо делить, опять-таки, искусственно создавать эту европейскую интеграцию. Мы должны и с Европой дружить, и с Россией во всех направлениях работать. И подчеркивать все эти моменты. Никому не нужно. Это все, наоборот, только раскалывает наше общество. И вот этот раскол шел в первую очередь от того руководства, которое у нас было. Ну и в большинстве своей степени еще остается. И еще... Второй момент. Вы говорили два момента. Значит, сейчас советник по реинтеграции. И вот перебили, и выскочило. Я думаю, что у вас будет возможность задуматься. Господин Кирток, наверняка вам есть что сказать. Профессионализм, политическая направленность. Что здесь, с вашей точки зрения, чего больше? И как вы оцениваете этот состав? Ну, пока рано говорить о какой-то политической направленности. Есть определенное обязательство, которое взял перед собой, перед народом. Игорь Дадон в качестве кандидата в президенты. Я думаю, что наверняка будет определенная программа президентства. Или какая-то определенная концепция на этот период четырех лет. Но на самом деле, ключевые вопросы, которые относятся к компетенции президента на данный момент, являются его прерогативами. Это, естественно, во-первых, внешняя политика. Политика в области безопасности, национальной безопасности. Естественно, как ключевой, отдельно стоящий вопрос, решение преднестровского вопроса. Немаловажное, естественно, взаимоотношение с ветерами власти. Почему? Да потому что все, что происходило между выборами и днем инаугурацией, было попыткой нынешнего правящего большинства, которого возглавляет Денпартия, всячески отнять у президента. Избирал любые механизмы возможного влияния, какого-то ни было влияния на политическую ситуацию. Вот я задаю себя вопросом. Я знаю господина Нейни Гудса, мы одновременно служили, я за океаном. Он действительно сделал более длительную карьеру как представитель президента, минуя МИДовский коррегудору. Ну, это хорошо в этом смысле. Но он не кадровый дипломат, но опытный дипломат. Мы были политическими назначенцами, это так называется, в дипломатии, но это вопрос опыта. Конечно, уже он на своем месте. Василий Шова, несомненно, один из лучших специалистов, экспертов в области решения преднестровского вопроса. И не только, он также был послом в Китае. То есть у него есть такой синтетический опыт. Вице-министром иностранных дел. Да, совершенно верно. По вопросам экономики госпожа Горелова, естественно, один из наших лучших экономистов. Притом очень с аналитическим складом ума, который видит суть вопросов. Естественно, и президент у нас экономист по образованию. Я думаю, что там нужна именно экспертиза такая, то есть ежедневная и так далее. Но вопрос, уже не говоря о других, которые каждый на своем месте. И господин Чабан, у которого действительно был очень активным, всегда представлял соцпартию. Он выступал очень часто не только в предвыборной кампании, кому, если не ему, быть советником президента по политическим вопросам. И представлять президента, потому что президент физически не сможет постоянно быть в контакте, даже с прессой во всем объеме. Как президентский советник, я помню, это очень, достаточно тяжелое бремя. Вопрос в другом, то есть очень кратко. Да, команда профессиональная. Люди действительно готовы, я думаю, поставить плечо. Вопрос, то есть, каким образом будет обеспечено взаимодействие президента, правящего большинства и правительства. Вот сегодня составилась уже первая беседа президента с премьер-министром. Хороший знак. На самом деле, как будет идти. Потому что то, что предпринял, значит, великий координатор правящего большинства, это отнять у президента любые возможности, инструменты воздействовать на те области деятельности, где в президентской команде есть настоящие сильные профессионалы. Мы в курсе. Я не хочу, чтобы мы уходили сейчас от советников. Я вам предоставлю слово, я понимаю, что вы сейчас вспомнили. Но еще вопрос будет такого рода. Сам институт, советник президента, как вы полагаете, вот при Игоре Дадоне, он будет играть большую роль, чем это было, когда мы наблюдали при господине Тимофте, чем мы видели, что у нас были исполняющие обязанности президентов. Но в то же время мы помним, что были коммунистические времена, и мы помним, какой властью тогда, как утверждали очень многие, обладали советники президентов. Некоторые утверждают даже, что министры звонили, прежде чем какое-то решение принять, нужно было обязательно посоветить. Спрашивать разрешение или посоветить. Не станем сейчас утверждать, что это было так, но дыма без огня тоже не бывает. Буквально шутка. Все говорили, что работа советника, будь то президента в первую очередь, а потом премьер-министра, это самая такая выгодная что ли работа. Советуешь, советуешь, влияешь, и ни за что не носишь никакой ответственности в итоге. Но это шутка. Нет, я вам сейчас скажу, за исключением одной должности, я говорю о пресс-секретаре, знаете, это когда пресс-секретарь обычно говорит, то если вот не дай бог где-то перегнул палку, или что, ты не то сказал, всегда можно наоборот это дело исправить. Хорошо, я думаю, что советники при Игоре Дадони будут очень активными. То есть активнее, чем ранее. А назовите мне хоть одного советника Тимофти. Господин Кадурар, глава кабинета. Вот можно я сейчас пойду и спрошу у членов правительства, еще у кого-нибудь, да я сомневаюсь, что они хотя бы двух-трех назовут, ну может он там с кем он контактировал. Я вспомнила еще и он, Чебану по юридическим вопросам. Я могу вспомнить, да. Вы понимаете, а это известные люди, и они до сих пор оказывали какое-то влияние на те политические процессы в стране, которые происходили. И я думаю, что Игорь Николаевич подобрал именно людей, ну каждый подбирает себе команду по своему складу и характеру. Он энергичный, он подвижный, он постоянно общается, передвигается. И естественно, кто-то должен взять на себя какой-то груз, часть груза и отвечать за эти вопросы. Вот здесь, я думаю, будет вот то сочетание. С одной стороны, какая-то самостоятельность в их действиях будет, это однозначно. И с другой стороны, они будут подставлять плечо своему шефу, если можно так выразиться. И вопрос тот, который второй я вспомнил, что мне очень понравилось. Вот этот советник по диаспоре. Вы знаете, слава Богу, что вот эти выборы ярко высветили, вот парламентские 2014 года, да? И эти выборы ярко высветили вот эту проблему. Что с диаспорой надо работать каждый день на постоянной основе. И что не надо диаспору делить на прозападную и пророссийскую. Это и те, и те наши граждане, они должны обладать одинаковыми правами. И слава Богу, что будет человек, который будет хотя бы отвечать за это направление. Это новшество. Вот это новшество мне очень понравилось. Да, соглашусь с вами. Господин Киртуак, все-таки вот эти советники, тоже вам предоставляю возможность ответить. Они будут играть, вот господин Шаповалов говорит, что важную роль. Но это не будет та роль, которая была у Воронина. Так? Вы согласны с этим? Или нет? Ну, конечно. Это даже не та роль. Господин Шаповалов так считает. Даже когда не роль, которая была при Мирче Снегуре, или при, я уже не говорю действительно о президенте Мовте, который был практически неудел, ему не нужны были никакие советы. Совет обязывает тебя принимать решения. То есть, на самом деле, советнический аппарат, это вся королевская рать. Помните известную работу? Фактически они могут, советники достаточно влиятельные. Особенно в ключевых моментах. Они готовят вопрос. Да, у президента Дадона есть громадный опыт за плечами. Он работал на разных должностях. Он знает прекрасно, как работает система. Был в постоянном контакте с президентом Воронином, будучи в правительствах гречаной и не только. Но есть вопросы, которые фактически, как его подготовишь, так он и озвучивается. Знаете, какая колоссальная проблема, вот из моего опыта, советнической работы, в определенный момент и президент, и премьер, и заклёстывает колоссальный большой объем работы. И этот большой объем информации происходит, когда человек активен. Вот такую проактивную позицию занимает президент Дадон. Значит, у него будет колоссальная. Кто-то должен фильтровать информацию. Кто-то должен аккуратненько разложить все по полочкам и подготовить тот или иной вопрос. Как ты его готовишь, ты так и влияешь. Но уже, и второе, хотя бы потому, что не будет, скорее всего, делового повседневного контакта с министерствами, с ведомствами. То есть полагается, что не удастся. Нет, я имею в виду, отсюда, я опять-таки в контексте советнического аппарата, роль его будет еще выше. Потому что рано или поздно президенту Дадону придется создать какие-то инструменты общественного давления. Я как-то говорил уже в рамках одной передачи. Вот, например, высший совет безопасности, это консультативный орган при президенте, но он объединяет все высшие должностные лица государства. Будет это просто спектаклем или, наоборот, хорошо подготовленным заседанием, когда президент выйдет и скажет, нет, я не согласен. Вот здесь у нас есть четко ясная и выверенная позиция. Я считаю, что нужно так-то и так-то сделать. А в основном, да, будет создан, видимо, какой-то совет по экономическим вопросам, по социальным. И вот эти вот коллективные органы, да, возможно, взаимодействие с гражданским обществом на определенном сегменте. Вот тогда будет видно, что это как бы Vox Populi. Будет ли это, произойдет ли это, но время покажет. Но объективно я не вижу другого пути. Потому что самая большая опасность для нынешнего президента, это оказаться как бы в изоляции вместе со своей командой хороших профессионалов. А дальше попытки объяснить, почему ничего не получается, потому что к твоему мнению не прислушивается. Или закрыть там кому-то воздух и попытаться каким-то образом продавить какое-то решение. Это будет не лучший вариант, это будет уже конфронтационный какой-то подход. Я чисто поддержу господина Докерток в том плане, что президент озвучил в своей речи, что он создает экономический совет при президенте. Это дело нужное и необходимое для нашей страны. И он создает общественный совет при президенте, который, как прозвучало в его речи, условно будет это гражданское общество, академическая сфера и эксперты. Видимо, какая-то группа. То есть президент планирует опираться на общественное мнение, уже сформированное, и формировать его. Говорил. Вот это очень грамотный подход. Господин Киртуаков, вы стали говорить о том, что как будет дальше развиваться ситуация, какой план там, да, вот они имеют план работы, президент предложит. Но, тем не менее, вот, в принципе, уже основные наметки он сделал. Обозначил. Он стал говорить о своих приоритетах. Вот напомню. Государственность, национальная безопасность, назвал одним из главных, значит, аспектов его работы. Приднестровский конфликт, разрешение конфликта, да. Налаживание отношений с Россией. Восстановление сотрудничества с соседями Румынии и Украиной. Кроме того, партнерство с США и Китаем станет приоритетным для нас. Это цитата. Вот такой порядок, это тоже важно, согласитесь. Далее, повышение уровня жизни, вопросы бизнес-среды, особое внимание судебной и банковской системы. И банковской системы. Вот, в принципе, самое главное то, что он выделил. Господин Шиповалов, насколько полон этот список? Ну, можно сказать, что в какой-то степени этот список вытекает из его предвыборной программы. Вот из тех его знаменитых семи тезисов, которые сегодня известны всем в стране. И они где-то перекликаются, но они изложены и прозвучали по-другому. И это действительно очень важные вопросы. С точки зрения экономической, для нас сегодня важнее решение восстановления экономических отношений, нормальных экономических отношений с Российской Федерацией, приоритетнее больше ничего нет. Почему? Потому что еще один год, и мы угробим полностью наше сельское хозяйство. Это однозначно. Мы видим, что соглашение об ассоциации, два года прошло, оно не работает. Торговый оборот с Россией упал в три раза. С Европейским Союзом он не увеличился, а тоже начал уменьшаться. И это катастрофа для страны. Понимаете? То есть, вступило в действие, если не ошибаюсь, 1 ноября договор о свободной торговле с Турцией. А здесь мы очень пересекаемся. Здесь есть много вопросов. Да, в сельском хозяйстве здесь есть очень много вопросов. Смотрите, те процессы, которые происходят на Украине. Поэтому сахар и прочее, масло и так далее, все это идет на нашу территорию, мясо и так далее. Мы через год останемся без птицы своей, без мяса, без всего остального. Это однозначно. То есть, это очень важный вопрос. Ну и, соответственно, Приднестровье. Вот это та больная тема, которая есть. И вот то, что он озвучил, да, тут можно по-разному подходить. Будут спорить, конечно, будут разные позиции. Не все зависит от Игоря Николаевича Додона и от того же Красносельского. Да, мы знаем влияние великих звезд и великих держав на этот вопрос. Но, тем не менее, озвучено и тем не менее, понимание. Он этому вопросу уделил внимание. И учитывая даже того, что вот он шоу в советники назначил, это говорит о том, что человек понимает, что надо делать и чем заниматься. Вот это главное. Господин Киртуака, вот эти все приоритеты. Действительно ли они отражают суть его предвыборной кампании? Конечно. Отражают, да? И как бы вы, какую оценку вы бы дали? Или бы что-то, может быть, еще внесли в этот список? Нет, дело в том, что вот эти приоритеты, ну, скажем, внешняя политика, взаимоотношения со сверхглобальными, сверхдержавами, наша маленькая Молдова, это очень обязывающие фактически заявления. На самом деле у нас партнерские отношения и с Соединенными Штатами, и с Китаем, но в достаточно узких параметрах, в узком таком диапазоне взаимоотношений. В частности, Соединенные Штаты, которые мы считаем стратегическим партнером, я думаю, устоятся какие-то приоритеты президента Трампа примерно за полгода, и мы посмотрим вообще, какая будет региональная политика Соединенных Штатов. Мы воспринимаемся в субрегиональном уровне, региональной политики на уровне континента Европы. Не более. С ним должно быть никаких иллюзий. Вот то, что насчет Евросоюза не сказано практически, не акцентировано, не подчеркнуто, это уже выявляет определенный камень преткновения, будущие какие-то коллизии и конфликты, потому что нынешнее парламентское большинство, и в том числе и лидер сейчас, нынешний новоиспеченный лидер Демпартии, они четко обозначили, что не столько, то есть модернизация Молдовы, которая считается стратегическим приоритетом правящего парламентского большинства, невозможна без сближения с Евросоюзом и выполнения договоренности по сферному членству. А заявление Дадона в отношении того, что первый визит будет в Москву, а затем в Брюссель, вы полагаете, что это снижает интерес нового президента к теме евроинтеграции? Это чисто символические вещи. Можно съездить в Брюссель, нет, вне всякого сомнения. Я уж повидал разные саммиты и визиты, и прекрасно даю себе. Тем более знаете, как важна очередность. В России визит будет более какой-то обстоятельный. Насчет результатов я бы не стал торопиться, особенно после заявления господина Рогозина. Насчет того, что он достаточно жутко обусловленный, какие-то прогрессы. Подождите, не торопитесь. Второе, Брюссель, какая будет повестка дня? Что будет обсуждаться? Будет ли это чисто протокольной визит вежливости и четкое обозначение равноудаленности от Москвы и от Брюсселя? Тогда это одно. Но мы-то насмотрели за 25 лет независимости. Достаточно, скажем, много ситуаций было, когда менялся какой-то, был определенный, декларировался один внешнеполитический курс, а потом постепенно-постепенно шли видоизменения. Я вам скажу, что главный инструмент в руках Брюсселя, в первую очередь, Евросоюза, который объективно заинтересован всего лишь безопасности вдоль своей границы. Не надо строить никаких иллюзий. Мы приграничная территория, где нужна стабильность. Также это относится к интересам НАТО. Почему? Потому что Россия четко обозначила свои интересы. Уже тут как бы выстраивается совершенно другой характер отношений. Я к чему уклоню? Что взаимодействие с Евросоюзом будет иметь ключевое значение. Как взаимодействие с правительством и парламентом, так и с точки зрения внешнего долга Республики Молдова, возможное финансирование может прийти не из Соединенных Штатов, не из Китая. Мы сейчас зависли с США по программе «Вызовы тысячелетия». За 10 лет мы получили 260 миллионов долларов. Все остальное техническая помощь. То есть помощь, которая оказывается оплачивается, но исполняется здесь другими специалистами. Давайте не будем заблуждаться. Кто может реально финансово оказать поддержку, а с финансами у нас очень большие проблемы с общественными, то есть с бюджетными средствами, это Евросоюз. Как мы решим эту дилемму? Потому что не решишь ее здесь, будут социальные проблемы. Я думаю, что нам нужно дождаться визита и посмотреть, в каком будет разговор. Я только такой вижу путь. Вы хотели что-то писать в отношении господина Рогозина? Я хочу сказать, что если последовало официальное приглашение лично от президента России Путина, то, наверное, какие-то предварительные договоренности, они уже состоялись, они уже есть. Да, господин Рогозин выполняет свою роль, он что-то там говорит, но итоговое решение принимает президент, и он принимает это решение в результате личной встречи и каких-то личных договоренностей. Не будем забывать, что есть протокольные вещи, не будем забывать, что есть какие-то договоренности, но есть еще и вещи, которые решаются тет-а-тет. Это политика, и в политике это присутствует. Поэтому после визита в Москву и после визита в Брюссель, я думаю, можно будет уже сделать какие-то первые выводы, куда оно пошло. Мне интересно показалось, даже очередность, как по приоритетам было все это расставлено, это тоже говорит о многом. И вот Китай, кстати, тоже появился, что тоже интересно. Значит, когда он полетит в Брюссель, уже с пакетным предложением от России и Молдовы. Господин Шпавалов, я просто хочу сказать... Сомневаюсь очень, когда президент суверенного государства едет с пакетом, который передает из Москвы в Брюссель. Ну, во всяком случае, нет... Я понимаю, не буду диктовать. В любом случае, я насколько понимаю, что все самые болевые точки... Можно я скажу? Я знаю, что есть болевые точки, которые прекрасно понимают и в Кишиневе, и в Москве. Я думаю, что всем понятно, что в той или иной степени эти вопросы будут затронуты. А дальше мы уже увидим, будут ли приняты какие-то решения, подписаны какие-то документы. Ждать осталось недолго. Это 17-е у нас получается января, насколько мы все в курсе. У нас не так много времени, а я не могу, чтобы мы прошли мимо этой важнейшей темы. Это на днях состоялись съезды. У двух, вот я скажу так, самых влиятельных партий на сегодняшний день в Республике Молдова. Это в партии социалистов и у партии, демократической партии. И два новых лидера. Так вот получилось. У социалистов это Зенеда Гречана, и новый лидер у демократов это Влад Плохотнюк. Господин Киртуаков, вот как эти изменения повлияют на политическую жизнь в Республике Молдова? Потому что у нас многое зависит от личности лидера в партии. Так? Согласны? Я думаю, самое простое, вот как политический аналитик ответить на первую часть вопроса. Партия социалистов фактически второй человек в партии, у которого был достаточно большой кредит доверия и со стороны Москвы, и которая рядом была всегда с господином Дадоном, госпожа Гречана. Естественным образом, я думаю, что она переняла эту эстафету и какую-то преемственность, если угодно, в деятельности самой партии. Вот здесь я бы поставил точку. То есть здесь вопрос... Правильный выбор, то есть, насколько я так понимаю. Ну не мне судить, я думаю, что... Не, но мне интересно ваше мнение, потому что на свете было проголосовано одиногласно. Ну вот это меня больше всего смущает. И в одном случае, и во втором. Вот это единогласие. Как будто все было решено уже где-то за пределами этих помещений. Поясняйте, да, поясняйте. Нет, неважно. Так интригуете, да. Нет, дело в том, что обе партии находятся как бы на подъеме. Партия социалистов имеет своего лидера в качестве главы государства. Естественно, есть определенная эйфория. Это объединяет ряды. То есть, казалось бы, там критики на данный момент как бы не должно быть. Вот это объясняет какое-то единодушие. Совершенно другая ситуация, естественно, в демпартии. Демпартия, которая управляла всегда ее владельцем, которого зовут Влад Плохотнюк, олигархом, который использует партию чисто как инструмент прихода и удержания власти. Вокруг него выстроил парламентское большинство. У нее есть своя корысть, никому корыстных интересов. Все остальное, это всего лишь демагогия. И при том, изощреннейшая демагогия. Представьте себе одно из последних его заявлений, что мы на данный момент усилим представительные органы власти парламентский контроль. Он даже толком не знает, что такое парламентский контроль. И со временем отдадим парламент народу. Приехали. Это Орвел. Это тысячи... Все сразу вспомнили 7 апреля и испугались. Это он имел в виду, наверное, округлязовую ориентированность, скорее всего. Хотя много малодушных людей у нас хватает, в том числе и в политике. То есть вопрос в другом. Почему вдруг Влад Плохотнюк, который... Если вы помните, в прессе появилась где-то пару месяцев назад запись телефонного разговора в Киеве между двумя людьми, не очень, который знает Сергей Яралов и с Вячеславом Платоном. Они называют его товарищем. Ну, видимо, по партии. Говорит, товарищ не любит выходить на первые роли. Товарищ любит, значит, как кукловод, своими манипулировать этими бестолковыми куклами. Извините, уж это так. Если себе позволяет манипулировать, однозначно они бестолковые. И стяни, почему вдруг сейчас. Это ключевой вопрос. А у вас есть на него ответ? Конечно. Я специалист по ответам. Я могу... Еще и по скромности. Продолжайте, пожалуйста. Скромность – это удел лузеров. Так сказать, Шопенгауэр очень давно. Я немножко утрирую. Я вижу, что вы Шопенгауэра изучили. Теперь продолжим о Плохотнюке. То есть, дело в том, что у Плохотнюка есть ощущение полной поддержки. В первую очередь Соединенными Штатами, а значит и Европейского Союза. Он легализовал себя как бы наверху этой партийной политической пирамиды, которая контролирует парламентское большинство и полностью правительство. Фактически, Плохотнюк, и это небольшой секрет, я появился уже, получил эту индульгенцию и поддержку со стороны Вашингтона, хотя бы вот на этот период пока демократов власти, обещав, первое, это, естественно, продолжить проевропейский, то есть прозападный курс. И второе, это не дать социалистам развернуться в области. И при том, это ярко, четко, обозначено. И третье, уж позвольте мне сделать вывод, что уже очень соблазнительный тот опыт, который накопила гемпартия, лично Плохотнюк, про развалу партий коммунистов. То есть, это была цена, давайте назвать вещества имена, цена вопроса. Вот смотрите, вот это те задачи, которые он перед собой ставит, ему не нужны уже посредники. Просто не нужны. А если взять по кадровому составу, там практически некого. Канду на ключевой позиции, значит, премьер-министр как бы тоже справляется со своими обязанностями. Там почетный председатель, почетным дома, по-нечетным на работе. Я как раз не думаю, что вопрос в том, что не было кадров, и поэтому вот пришлось самому, знаете, вот как-то так, грудью. Ну, не сводите к этому, не сводите. Я только что полчаса объяснял, почему он решился на эту ключевую должность. Поэтому с некоторыми выводами могу согласиться, с этим нет. Господин Шаповалов, почему? Господин Плохотнёк решил выйти из тени, вот так написала пресса. В какой-то день приходит момент осознания, но в конце концов, сколько я буду тратить деньги свои? Сколько я буду кукловодом? Нет, ну я с точки зрения, а, да, наши, я согласен, вот тут точно. Деньги. Ну сколько я буду кукловодом? Ну хочется выйти из этой тени и стать вот, вот я главный, вот я действительно хозяин. Ну вот любите меня, носите на руках, я этого недополучаю. Скорее всего это сработало. Ну и, конечно, я прекрасно, вот я поддерживаю абсолютно точку зрения, что, естественно, если бы не было согласия Европейского союза Соединенных Штатов Америки, наверное, он бы на этот шаг не пошел. Мы видели его договоренности в мае месяце, когда он совершал свой визит в Соединенные Штаты Америки. Потом мы увидели, что произошло на выборах, да, когда он лупу сказал, всё, сидеть, снять кандидатуру и так далее. То есть, ну, видно было, кто всё решает и управляет в этой партии. Вот, ну и здесь ещё, ну я бы не сказал, что там есть какие-то фигуры на сегодняшний день. Они настолько яркие, допустим, как у социалистов, да, которые могли бы повести за собой партию. А так, в принципе, когда партия создана по принципу общества с ограниченной ответственностью, вот он и есть хозяин-владелец, она так и будет по этому принципу работать. Но, я соглашусь с ещё одним очень важным доводом, демократическая партия, это несмотря на то, что произошло на выборах, это мощная сила. Местные выборы. А никто не спорит, мы с господином Киртолка не спорим с вами. Местные выборы, это очень чётко, ярко продемонстрировало. Там, вы меня извините, 470 примаров, это больше половины, 22 или 23 председателя района. Это мощнейший административный ресурс, который на парламентских выборах будет работать не так, как на президентских выборах. Президентские выборы – это личность, это личность и его какие-то тезисы, которые срабатывают, это борьба идей. А парламентские выборы – это власть, это раздел портфелей, тем более местные выборы, почему очень важны. Там очень сильная команда, она будет использоваться. Ну и у социалистов тут всё понятно. Я согласен, это естественная преемственность. И Дадон, и Зинаида Гречана – это два партнёра, больше 10 лет вместе работали, вместе управляли страной, вместе были в оппозиции, вместе боролись. Это само естественно. Зинаида Петровна пользуется громаднейшим авторитетом у социалистов, насколько я это всё знаю. Ну и вы меня извините, она сильнейший управленец, она сильнейший финансист. Но она за последние 5-6 лет приобрела очень мощный ещё политический опыт. И я думаю, что тандем президент-лидер, да? Президент. Президент. Да, он не лидер партии. Он лидер социалистов, он ему остался. То есть, так, это тонкий нюанс. Это тонкий нюанс, он не председатель партии, но он остался лидером социалистов. Спасибо за пояснение того. Все социалисты говорят, это наш лидер, и Дадон от этого не отказывается. Он не может отказаться от своей идеологии, от своих идей, от своих взглядов. Юридически ушёл, но при этом… Юридически всё верно, никаких вопросов, но при этом, да, и вот этот тандем, но должен на кого-то опираться. Ну вот то, что у нас произошло, типа, да, вот ты сегодня перешёл порог, и ты отказался от своих взглядов, от своих идей, у тебя больше нет партии, которую ты 5 лет создавал, ты вообще… Ну, это анекдотично. Во всей Европе совершенно всё по-другому. Да, там лидер партии, он… Ну… Премьер-министр. Да, премьер-министр, не президент. У нас осталось очень мало времени. Я не успею вам задать ещё, вот, пожалуй, самый важный теперь вопрос. Это как будут сосуществовать вот эти два лагеря. Да? То есть, президентские, мы понимаем, да? И про правительственные, если хотите, при поддержке правящей коалиции. Вот так бы я сформулировала. Значит, вот как это будет? Здесь нужно более точное определение. На самом деле, есть правительство, есть правящая, фактически, партия. И именно так они озвучили уже на последнем съезде. Это демпартия, демократическая партия. Она полностью контролирует. У неё достаточно комфортное большинство в парламенте. Нет конституционного. Это вопрос, опять-таки, цены вопроса. Им сейчас этого не нужно. Вот. Естественно, они создали своё правительство. Это правительство назначается именно демпартии, на ключевые посты. Все остальные чуть-чуть подыгрывают. То есть, либералы там, ну, практически больше из некого. Ну, перебежчики, коммунисты, которые сейчас там, аморфная группа, группа поддержки. То есть, это всё, кроме президента, кроме аппарата президента. На самом деле, фактически, это в нашей парламентской республике, кто-то говорит о том парламентско-президентской, что количество власти, если можно измерить, у парламента и правительства, где-то 75-80%, остальное 20% у президента. Они отобрали у него назначение прокурора, а значит, невозможность влияния на юстицию в целом на реформу, и переподчинили службу информации и безопасности, потому что это реальный ресурс, который можно было использовать для борьбы или для решения тех вопросов. Для контроля какого-то. И контроль, и информация, и борьба конкретно с главными злоупотреблениями, и то, что Игорь Дадон обозначает, как борьба с коррупцией. На самом деле, это борьба с хищениями, это борьба за обесточивание всей экономики. Вы говорите о борьбе, но я хочу понять, вот эта борьба, насколько она будет острой? Она будет острой только в той степени, в которой новый президент поставит перед собой такую задачу. Спасибо. Потому что все остальное, степень эффективности этой борьбы определится жестким и непримиримым, но изощренным сопротивлением правящего большинства в целом. Благодарю вас. Господин Шипова. Никто не отменял закон борьбы противоположностей. Вот он так здесь ярко и... Но он вообще звучит, закон единства и борьбы противоположностей. Если мы вспоминаем законы диалектики, давайте их цитировать в кадре. И здесь есть очень важный момент. Сегодня фактически сформировалось два центра власти. Вот своеобразное, я бы не хотел вот так бы в прямом тексте это произносить, но двоевластие какое-то оно есть. Но не равное. Но не равное, да, на сегодняшний момент не равное, да, по-нашему. Но оно есть, и этот центр есть. И все зависит от того, как Игорь Николаевич будет активно использовать свою президентскую трибуну. Насколько он активно будет носить законопроекты, насколько он будет активно выступать в парламенте, в правительстве, насколько он будет выступать от имени народа и обращаться к народу за поддержкой. Вот я внес, я предложил, они не хотят. Я это, они не хотят. То есть, это будет. Но, естественно, я согласен с тем, что Дадон первый на конфронтацию не будет идти. Это не его задача. А вот то, что сегодня делает правящее большинство, ну, видим, как медведя его обкладывают со всех сторон, это уже видно. И они будут пытаться вот не давать ему что-то сделать. У Игоря Николаевича, в конце концов, не останется выхода, как пойти в бой, в открытую. Спасибо. Наше время совсем вышло, но мне наша беседа показалась интересной. Очень жаль, потому что еще не успела задать все вопросы. Нам тоже на такой счастье. Да. Благодарю вас, что пришли и за то, что у нас получилась такая беседа. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До новых встреч.